Довести до идеала проект продолжения арт-парка в Русскинской в Сургутском районе уже готов. В туристической зоне появится причал, современная сцена и гостевые домики. Однако есть здесь место, что портит общую картину. Валерия Кудрявцева знает, где она находится. Также моя коллега расскажет, что делает администрация для повышения уровня жизни населения Русскинской. Подходить к задачам комплексно. Работа над развитием Русскинской, как главной части туристического кластера Сургутского района, ведется уже не первый год. Но как это не парадоксально, от внимания долгое время ускользало то, что видят гости поселения в первую очередь. Наземные теплосети, которые идут вдоль дороги до этнопарка и музея. Найти решение, как можно преобразить направление, Андрей Трубецкой поручил главе населенного пункта. Устранить то, что портит вид, сотрудники администрации решили неспроста. Ведь у них уже есть проект по продолжению арт-парка. По планам, рядом с детской зоной Йонтех появится большая сцена. На озере причал, а для туристов поставят гостевые домики. Когда презентовали проект, проектировщикам попросили, есть такое понятие – грэмпинг. То есть это открытые такие небольшие домики, как раз в зимних условиях они применяются для того, чтобы красотами любоваться. Вот хотим реализовать нечто подобное на территории Русскинской, чтобы те, кто приехали, желают остаться, переночевать. Вот в таких домиках могли. Домики для туристов пока только в планах, а новое здание на 32 квартиры для переселения из аварийного жилья уже наполовину готово. Работы начались в середине лета этого года. Закончить планируют в июле 2021-го. В середине июля начали забивать сваи, котлован, сваи. И в принципе сейчас уже контур практически закрыт. Осталось тут по фасаду доделать. Сети наружные подведены, тепловодоснабжение. И закончим. Конец второго квартала сдадим уже. В следующем году в Русскинской начнется масштабная работа по реконструкции канализационно-очистных сооружений. Проект рассчитан на полтора года и будет проводиться в два этапа. Первая – реконструкция и запуск косов. Второй – демонтаж труб, которые были проложены больше 10 лет назад. Они пришли в негодность, потому как клали их хаотично, местами и при этом сети никуда не вели. Придется выкапывать и делать заново. Мы как решили? Сначала запустим станцию, стоки туда будем возить емкостями, машиной. А потом начинаем второй этап. То есть надо сначала выкопать все трубы, которые по поселку уже проложены. Ну а потом их заново переложить по всему поселку. И уже потом закольцевать на станцию. Работы по ремонту коммунальных объектов проводят во всех поселениях муниципалитета. К примеру, в этом году в Федоровском заменили колодцы и трубопровод на участки от улицы Ломоносова до строителей. Потратили на это более 10 миллионов рублей. Мы сделали в этом году путем спирально-навивная технология. Вот от улицы Ломоносова до улицы строителей полностью. И в том числе и колодцы. Все загерметизировали. Протяженность? Протяженность 273 метра. В следующем году ремонт коллекторов и трубопроводов в Федоровском продолжат. Сделают его на участке протяженностью почти 600 метров от улицы строителей до Пионерной. Потратят на это 33 миллиона рублей. Валерия Кудрявцева, Денис Зонов, Саргут Интерновости, Русскинская, Федоровский.